Первое правило. Выступление должно быть не более 10 минут. Второе правило. Только свои собственные исследования. Третье правило. Доклады должны быть очень простые. В разных рекламных источниках по поводу моего доклада было заявлено несколько тем. Выступать я буду только на одну. Ту тему, которую я видела и не буду рассказывать, я все-таки вкратце помяну. Вы все наверняка слышали о геноме человека. Геном – это тот набор генетической информации, которую мы с вами при рождении получаем от родителей. Он более-менее стабилен всю жизнь. А вот что меняется в человеке, и не только в человеке, в любом организме, это белки, их количество, их набор, их функциональность. И это очень сильно зависит от условий, в котором находится организм, клетка и так далее. Ответ на стресс, ответ на питание и так далее. Потому сколько белков, в какой они концентрации, как они себя ведут, как они взаимодействуют. Мы можем судить о начале заболевания, о его определении, о его завершении и помогать сами себе находить способы лечения. Вот это та тема, которая была для меня заявлена, не знаю кем, но давайте мы немножко подождем. Это новый такой проект, протеом человека. Протеом от слова protein – белок. И мы поговорим о нем потом. О чем я хочу больше порассказывать – это о микроорганизмах. Тема называется «Метагеномика» и о том, как она помогает кормить, согревать, лечить людей и ловить преступников. Какая связь? Сейчас попробуем найти. Микроорганизмы есть везде, живут везде, вокруг нас. Вот каждый, сидящий в зале, на себе, в себе, имеет от килограмма до двух микроорганизмов. Количество белков, которые они продуцируют, больше, чем ваши собственные. И, в общем, спасибо за то, что они есть. Много проблем было бы без них. Они есть на коже, они есть внутри и так далее. Они помогают, они давно живут на земле, приспособились к жизни на земле, приспособились лучше, чем мы с вами, потому что у них очень короткий период восстановления. Они удваиваются быстро, растут быстро. И поэтому они, в общем-то, командуют, правят миром. Есть такой вот учебник, который был издан первый раз очень давно, в 1923 году. Для вас, молодых людей, это вообще босс знает когда. И задача этого учебника написана, она была под руководством ученого по фамилии Бергей. Поэтому по-английски это называется Бергейменюл. То есть это учебник, в котором систематизируются микроорганизмы. Он переиздается часто, в нем очень быстро растет количество микроорганизмов, которые люди охарактеризовали. Но в лабораторных условиях нам удается вырастить только 2% или даже меньше из всего этого обилия. Вырастить – это значит найти такую питательную среду, такие условия, как, например, это такая чашечка, на которую налита твердая богатая среда, и на ней можно выращивать микроорганизмы. Кроме того, их можно растить в колбах, добавляя достаточное количество тоже питательных веществ и аэрации, то есть кислорода, или еще более таких удобных для них приборах, в которых все это поступает непрерывно, и так далее. Это называется ферментер. Вот ни в одних из этих условий мы не можем вырастить. Мы не знаем условий, которые им нужны. Но при этом, значит, где же они живут? Я уже сказала, везде. Но конкретно это земля, вода, воздух, это наша кожа, это на поверхности всех предметов. Вот здесь я нарисовала, наверное, всем вам хорошо знакомый прибор, клавиатура. И два таких вот несимпатичных товарища, которые при анализе того, что живет на вот этих вот досках, особенно если они находятся в компьютерных классах университетов. Значит, парочка вот таких вот товарищей, которые антибиотически устойчивые, которые патогены, были обнаружены. И обнаружены довольно стабильно в довольно хороших университетах Америки. А когда это исследование заинтересовало всех, его расширили, и оказалось, простите за незастольный такой пример, что количество микроорганизмов на клавиатурах в 400 раз превышает то количество, которое находится на сиденьях унитазов в общественных туалетах. Я сказала, что они живут везде, и мы не умеем их растить. А как же нам их исследовать? А это значит, что мы будем их брать из природной среды, из той же самой клавиатуры, смывы и делать из смывы с нашей кожи, смывы с поверхности любых, которые вы хотите изучать, в том числе в госпиталях, например, и изучать их в совокупности. То есть мы будем выделять ДНК, ДНКовый материал из всей этой смеси. Попробуйте ее разделить. Если вы черпнете немножко земли у себя в огороде и попробуете ли там на даче, и захотите выделить оттуда ДНК, вы удивитесь, что там обнаружите сотни тысяч микроорганизмов. Попробуйте их разделить. И раньше на такое не замахивался вообще никто, потому что сиквенс был очень дорогой. Сиквенс, слово если не знаете, я все-таки его определю. Почему я спрашивала про школьную программу? Вы помните, что ДНК состоит из нуклеотидов, их всего 4, и из этой четверки состоят все наши длинные молекулы, хромосом. Так вот, для того, чтобы просиквенировать, то есть определить, в какой последовательности эти нуклеотиды расположены вдоль хромосомы, вдоль ДНК, нужно было их как-то придумывать методы, чтобы это сделать. Их придумали и назвали английским словом sequence. И технологии были довольно дорогие. И вот в тот момент, когда геном человека начал подходить к какому-то такому логическому концу, не к физическому концу, потому что геном этот объявлен законченным, но он до сих пор не закончен. Начал подходить, и люди поняли, насколько много полезной информации для здоровья человека, из него можно извлечь. Тогда Национальный институт здоровья Америки объявил, кликнул такой клич. Кто придумает такую технологию, которая позволит секвенировать геном пациента не за миллиарды долларов и не за 25 лет, а не более чем за тысячу долларов и в течение, скажем, каких-то считанных дней. Вот, так вот, значит, вот эта желтенькая кривая, я надеюсь, вам ее видно, она показывает, так как снижалась цена sequence очень медленно и медленно, а потом вот этот момент произошел, вот этот был дан клич, и сикнесные текол ноги и посыпались вниз. Все очень активно кинулись этим заниматься. А потом, если вы обратите внимание, наступила плато. Они перестали, не могут ничего, не смогли ничего придумать в течение нескольких лет, пары-тройки лет. И тогда Инаич сказал, все, мы отзываем этот кол, мы больше не будем заниматься этим, мы не будем выдавать призы. И как только они это сделали, так совершенно моментально Илюмина предложила способ, который дал новый толчок вниз. И сейчас он не возобновлен, но, тем не менее, технологии стали совсем дешевыми. И это очень хорошо, потому что мы сейчас с вами начнем секвенировать вот все эти скопища ДНК, все эти скопища микроорганизмов одним куском разом. И вот тогда это назвали метагеном. То есть мы будем секвенировать не один геном, мы будем изучать не один микроорганизм, мы будем изучать все скопище, то есть метагеном. У нас будет такая смесь. Как мы ее потом разделим, это отдельный вопрос. Значит, это исследование вот этого материала, выделенного в массе своей. И почему же я сказала, что это наука, которая помогает кормить, которая помогает много где. Смотрите, вы наверняка все наблюдали над тем, что у нас продукты портятся, правда? То ли хранение, то ли их не так приготовили, то ли что-то. Что влияет? Какие конкретно микроорганизмы при этом происходят? От чего зависит время хранения пищевых продуктов? Их старение. Как увеличить срок хранения? Как идентифицировать источник загрязнения? Это может быть, мы говорим, грязные руки, мы учим детей с детства их мыть. Что на них плохого? Кроме того, это влияние изменения в рецептуре или упаковке. Это самое простое, о чем можно сказать. Следующий пример будет немножко из другой оперы, но я к нему вернусь опять назад, к пищевым продуктам в том числе. Вы кто-нибудь когда-нибудь в жизни видели термита? Видели, да? А никогда не видели, как он расправляется с древесиной? Значит, вот такого размера кусок стены, если он деревянный, термиты съедят за пару часов. Вот размером с этот экран. Значит, что значит съедят, и сами ли они его едят? Знаете, оказалось, что нет. Оказалось, что у них в желудке живет огромное количество микроорганизмов. Мы с вами тоже не умеем жевать целлюлозу. Мы не умеем перерабатывать ее в сахара, а сахара нам нужны для энергии, для жизни и так далее. Значит, мы их потребляем снаружи. Так вот, оказалось, что когда мой коллега заинтересовался этим маленьким насекомым и начал изучать, он был настолько поражен, какое количество ферментов, великолепно перерабатывающих целлюлозу, содержит его желудочный кишечный тракт, если так можно выразиться в отношении к микроорганизмам, что он его назвал мобильный милиатюрный биореактор. Вопрос изучения этого термита встал в связи с тем, что всем нужны альтернативные источники энергии. Да, и вот тут дальше показано, что тут еще нарисована корова бедная с фистулой вот здесь. Вот, не знаю, насколько вам это видно. Это то отверстие, которое в ней сделали со всеми предосторожностями. Животное оставалось… Я видела это животное, для меня это ужасно на нее смотреть, но оно вполне нормально, но ничем не отличалось своим поведением от остальных. Но тем не менее, вот через эту фистулу можно было забирать пробы и следить за изменениями во флоре, которая обитала там, и ее изучать, что там есть. Просто материала отсюда существенно больше. Представляете, сколько термитов, чтобы оттуда достаточно материала получить. Так вот, с помощью изучения того аппарата, который находится в этих животных, которые прекрасно справляются с целлюлозой, мы можем научиться перерабатывать целлюлозу в больших масштабах. Вы, наверное, знаете, что довольно много энергии получается при переработке продуктов питания. И это большой шум в мировом масштабе, потому что есть страны с весьма низким уровнем экономики, и гораздо лучше было бы отдать избытки продуктов туда, чем перерабатывать их там на спирт или на какие-то другие виды топлива. Гораздо лучше, например, взять всеми порицаемые генноинженерные растения, например, тополь, который был создан, который быстро растет в довольно тяжелых условиях, у него большой толстый ствол, он короткого роста, быстро растет в малозаселенных местах, непригодных для других растений, для сельского хозяйства. Быстро выращивать, быстро срезать, отдавать, ну, не термитам, а настоящему биореактору, и таким образом спасать продукты питания. Вот вам еще один выход. И сделали это в результате того, что проанализировали все это безумное количество данных. Вы, если вспомните на минуточку, мы вначале произносили еще слово биоинформатика. Причем здесь биоинформатика? Вот когда просеквенировали данные из вот этого животного и получили от фирмы Illumina, наверное, кто-то из вас слышал название такой компании, это один из лидеров на мировом рынке секвенсных технологий, и когда мы получили этот файл, оказалось, что нет в огромном физическом институте Америки нет достаточно мощностей, чтобы файл раззиповать. Про анализ речи на тот момент идти не могло. Это безумное количество данных. Конечно, руками анализировать тут даже ничего и не приходится. И вот такая тема, которая называется медицина, которая называется лечение, и вы все слышали о таком, по крайней мере, такое слово, микробиом или микробиота. Это те организмы, которые как раз-таки и живут вместе с нами в носоглотке, в мочеполовых путях, на коже, в желудке, везде и всюду. Они делают либо доброе, либо злое дело. Ребенок в утробе матери, и особенно если с матерью все благополучно, он не имеет никаких микроорганизмов, он стерилен. Первую порцию он получает, проходя через родовые пути. Отсюда разница в том, как ребенок рождается, самостоятельно или кесарево сечение. Сейчас очень модно по миру кесарево сечение. Щадят женщину, наносят вред ребенку. У ребенка таким образом закладывается предрасположенность к аллергиям и, как ни странно, даже к ожирению. Кроме того, есть еще такой интересный пример, который я хочу рассказать. В Санкт-Петербурге есть в Академическом университете лаборатория, созданная одним из ведущих у биоинформатиков мира Павлом Певзнером, который работает немного в Санкт-Петербурге и в Сан-Диего. И он очень техно сотрудничает с институтом Сенгера, простите, Крэга Вентера. Это тот самый Крэг Вентер, который начал геном человека, один из его зачинателей. Совместно с этим институтом они решили проанализировать метагеном, который обитает на вот таких вот кранах в госпиталях. Если вы молодые люди, я надеюсь, у вас все благополучно со здоровьем, они очень знакомы с такой ситуацией, что часто люди попадают в больницу, им делают операцию, и замечательный хирург прекрасно справился с задачей, все у него получилось великолепно, а потом начинается абсцесс, потом начинается инфекция, и все труды хирурга идут на смарку. Вы точно также знаете и, наверное, слышали от родителей, что очень много родильных домов не удается отмыть совсем, они остаются грязными, потому что есть какие-то микроорганизмы, которых нечем вымыть. Нет такого антибиотика, которым их можно убить. А как его продобрать? Создать новый или найти из массы антибиотиков, которые уже есть, невозможно понять, пока ты не поймешь, что же это такое. Вот на этом кране, при изучении, при смыве с него микроорганизмов, почему, видите, это вот журналы, на обложку журнала вынесено упоминание об этой статье, потому что нашли один из патогенов, который ранее никогда и нигде не был описан. Это было только методами метагеномики сделано, без этого не удалось бы никогда такую вещь найти. Как его можно убить, теперь можно изучать. Изучаю, значит, да, я думаю, что у меня время подходит к концу, но, тем не менее, мы добрались до жуликов. С жуликами все обстоит следующим образом. Вы прекрасно знаете, что случаются такие трагедии, как катастрофы. Вы прекрасно знаете, что бывают такие случаи, когда не могут найти жертвы катастрофы. На месте аварии остаются обломки, остаются следы крови, но не остается тел по какой-то одной из причин и так далее. Даже неизвестно, сколько человек погибло, сколько не погибло. Изучая вот эти останки, изучая кровь, изучая микроорганизмы, это на разном уровне. То есть можно изучать человеческие останки, делать анализ человеческих ДНК. И, кроме того, почв, откуда взялись пробы почвы, участвующие в каком-то другом преступлении, не обязательно в этой катастрофе. Это везде и всюду вы работаете со смесью. Да, умеют определять состав почвы, изучая его химический состав. Это камни, минералы, это все что угодно, это делают безусловно. Но дело в том, что я уже не единожды повторила, что каждый из нас с вами несет на себе большое количество микроорганизмов, и сосед от соседа отличается составом этих микроорганизмов. Почвы точно так же отличаются. Вы можете попасть в такую область, где у вас, простите, химический анализ будет практически совпадать. Но если там есть заболоченное место, если это было рядом с деревом или далеко от дерева, состав микроорганизмов будет разный. Если это заболоченная местность, это будет совсем другой состав. Ближе к растениям, ближе к корням, вокруг корневого такого симбиоза живет совсем другое население, и там его гораздо больше, чем если вы уйдете далеко от растений. Микробиологическая криминалистика – это, наверное, для многих это новое такое словосочетание, но, тем не менее, это анализ вспышек заболеваний. Что именно, какой токсин, какой источник. Естественно, это неким образом ведет и к анализу террористических источников тоже. Кроме того, по жертв катастрофе я начала с этого. Дальше я здесь написала «мачмо», ну просто потому что действительно можно говорить о многом. Я тут упомянула слово «болото». Не знаю, насколько вы знакомы. Вот изменение климата, экологическая обстановка, на них влияют заболоченные места, на них влияют… Они удерживают СО2, они, наоборот, сдерживают парниковый эффект. Если мы погубим все болота, если мы осушим, мы нанесем себе непоправимый совершенно вред. В нашей стране, в Сибири, есть в колоссальных размерах Васюганское болото. Оно размером с территорию Швейцарии. Это совершенно уникальное болото. На весь мир, по-моему, одно такое, несмотря на то, что в тропических лесах их изучают тщательно, оно растет. Сейчас основные все болота, они погибают. Это, к счастью, труднодоступное. И, наверное, люди, живущие недалеко от него, его ругают, потому что там наверняка полно комаров и прочее. Но для всего земного шара, к великому счастью, оно труднодоступное, потому что оно связывает такое количество СО2, а без него мы бы уже сварились все. Если мы поймем, за счет чего вот это неиспорченное человеком сообщество растений, микроорганизмов, там, грибов и животных, и ягод, и всего на свете живет, мы, может быть, сможем, по крайней мере, я так надеюсь, мы сможем оздоровить и какие-то другие места. Я думаю, что мне нужно на этом остановиться. Если вы захотите, биоинформатике, метагеномике, биоинформатике посвящено огромное количество литературы. В основном она на английском языке. Но если вас это заинтересует, я буду рада, если вы почитаете. Большое спасибо за внимание. Спасибо.